Украина там и живет. Да, да, было. К сожалению, было. Но, к счастью, все узнали. Певца это великий Шарль Азнаур. Это действительно так. 730-101, номер нашего эфирного телефона, 961-2202, колл-центр Голден Телеком, абонент Славы. Вообще очень обидно, конечно, что возник этот конфликт между Арменией и Азербайджаном, потому что эти народы жили не просто в дружбе, а в Баку проживала гигантская армянская диаспора, и до сих пор знаю множество людей, которые дружат между собой, будучи по национальности. Представьте, кто азербайджанского народа, кто армянского народа. Это никогда не влияло до этой трагедии на отношения. Всегда, знаете, устраивают резню малообразованные мерзкие подонки, а страдают потом народы. Армения для меня это комиссар Брестской крепости Мартиросян. Ну, в общем, да, и это тоже. Ну, мы рассказывали, когда герои Советского Союза вместе с нашим другом-историком, то мы же много говорили, помнишь, о героях и о маршалах, и о генералах, которые были армянами. Это все было. 731 номер нашего эфирного телефона, 961-2202, колл-центр Городный телеком, абонент Соловьев и, ну, слушайте, действительно, пишут, да, великие армяне. Ну, Ред, Шкинян, ну, конечно. Слушайте, ну, если мы возьмем даже музыку. Ну, там, кроме Шер, Шарляс Наур, нашу, да, я говорил, там, Ирина Легер, Лариса Долина, Жан Татлян, который был у нас в Городяхе, который был долгие годы запрещен. Мы говорили уже о композиторах. Ну, и, слушай, Армен Григорен, группа Крематория. Не многие, многие другие. Очень многие. Об армянской кухне-то я не могу рассказать, потому что это жестокая кухня. Это очень жестокая кухня. Ну, расскажи о жестоком. Ну, понимаешь, она жестокая по отношению к армянской женщине, потому что она требует колоссального времени и условий труда. То есть армянская женщина поэтому вынуждена трудиться день и ночь, чтобы накормить армянского мужчину, потому что армянская еда, она впитывает в себе вот тепло рук армянской женщины. Ну, я не говорю, там, где-то ты ешь косичку из мяса селандских раков, за это можно отдать жизнь. Когда тебе угощают настоящей кивстой, настоящей, ну, в Москве, кстати, это можно попробовать, в Москве есть замечательные армянские рестораны, поэтому не откажите себе удовольствие. Это из полужизни можно отдать. Но какое это колоссальное, тяжелое действие. Только армянские женщины могут с этим справиться. Только армянские женщины. Ну, конечно, если Киркер Карян, один из самых талантливых финансистов, это правда, сильно помогающий армянскому народу. Да, это есть. Армяне для меня это усталые женщины, врачи в фронтовой палатке, пишет Кирилл. Справедливо. Вспоминают разные спорты, в том числе. Я помню, как в 79-м году на трибунах есть самый лучший из армян, Александр Мерзоян. Министр иностранных дел Лавров. Да, действительно, Сергей Лавров, у него, по-моему, мать армянка. Да, это есть, это нормально. Арсан пишет, сижу в машине, не иду на работу, слушаю дудук. А не ходите на работу. Слушайте. Конечно, у меня лично очень много претензий к армянам. Основная претензия, почему этот великий народ не может объединиться и защищать свои права. Я не понимаю, когда здесь убивают армян и руководители всех армян России, которые очень близы к семье президента, при этом как-то не выступают с мощными заявлениями и не поднимают ту волну, которую поднимает, например, еврейское сообщество. Я не понимаю, почему до сих пор не могут на проспекте мира достроить армянский собор. Не понимаю, почему такое количество в России богатых составившихся людей по национальности армян, которые не могут между собой договориться и организовать нормальную жизнь армянской диаспоры и нормальную жизнь Армении. Я считаю, что это позором для армянского народа. Вот это разъединение армян. Так, конечно, быть не должно. Ну что же, 730-101 номер нашего эфирного телефона. Миколь Тервердит, на нижнем не напишет. И маршал Наполеона Мюрат, оказывается, Карабахский армянин. Я слышал эту версию, что Яхим Мюрат Карабахский, но я все-таки отношусь к ней чуть-чуть скептически. Хотя действительно доказанный факт, что король неаполитанский маршал Франции Яхим Мюрат имеет некое отношение к Армении. Его праправнучка вышла замуж за Арменину. Вот это точно. 730-101 номер нашего эфирного телефона. 9-6-1. Ну, конечно, великий клоун Ингибарян. Бесспорно. Бесспорно. Давай звонок. Пожалуйста. Доброе утро. 730-101. Здравствуйте. Выключайте радио. Здравствуйте. Здравствуйте. Каперина. Здравствуйте. Владимир. Меня Артур зовут. Я очень рад слышать эту передачу, которая у вас сегодня звучит. Я по происхождению армянин, но уже обрусевший армянин. Мой папа с дедушкой в 52-м году, избегая репрессий, убежали в Москву. А до войны дедушку из-за фамилии четыре раза исключали из комсомола, два раза из партии. Это к вопросу о преследовании человека просто только из-за происхождения. Ну, я очень трепетно отношусь к своему происхождению. Извините, я сейчас очень волнуюсь. Хорошо, что ли. Да, мне пришлось приложить немало сил, чтобы вернуть родовую фамилию обратно себе. Это был очень осознанный факт, которому я пришел 14 лет. Мне сейчас уже, слава богу, 37. Вот, и мои родственники. И в Брестской крепости пропали без вести. У меня есть фотография семейная, где мой папа маленький сидит на стульчике, а с обратной стороны надпись, подписанная 19 июня 41-го года, что эту фотографию он посылает любимому дяде в город Брест, где тот служит. И через год эта фотография с письмом пришла обратно на отправителя. Так же, вот этот мой дедушка, который с отцом из Еревана уехали в 50-х годах, тоже прошел всю войну. Ну, насколько я могу со слов родственников знать, он был первым комендантом города Харькова. Капитан химических войск. А родной сын его, старший брат моего отца, похоронен в Литве. Погиб в 19 лет. Эта тема для меня вообще была полезна. Спасибо, что позвонили нам. Спасибо вам большое, что позвонили нам очень искренне. Мы сейчас прервемся, у нас немного реклама. Интересно, я веду эфир, рыдаю белугой, просто остановиться не могу. Боюсь кого-нибудь забыть. Например, как не назвать Киосаянов? Ну, там Тигранов, вы все знаете, его отца, знаменитого, блестящего кинорежиссера, остроумнейшего человека, который, ну...